Шалам и враха, дорогая община Хафетсхайм. У нас 35-й урок Еврита. Мы на прошлом уроке с вами начали собираться в Израиль. Очень приятный процесс. Итак, повторим, что нам для этого надо. Прежде всего, нам нужен большой вместительный чемодан. Чемодан на Еврите Мизвода. Множественное число Мизводот. Дальше, для того, чтобы нас выпустили из страны, впустили в Израиль, нам нужен паспорт. Паспорта в Израиле два типа различают. Различают удостоверение личности, которое называется как Теудат Зеуд. В других странах это можно называться как угодно. Identity card, пластиковый или еще что-то. В Израиле, для граждан Израиля, это Теудат Зеуд. И заграничный паспорт. В данном случае мы имеем в виду заграничный паспорт. Это Теудат Зеуд. Простите, это Даркон. Даркон. Заграничный паспорт. Без этого нам никуда не уехать. Необходимые базовые вещи. Поехали дальше. Для того, чтобы благополучно добраться до местного назначения, нам нужно тоже две вещи. Первая вещь это деньги. Деньги. Вспоминаем. Кэсов. Ешь кэсов? Есть деньги? Ешь ли кэсов? Есть у меня деньги? Ешь ли ха кэсов? Есть у тебя деньги? Ешь ли кэсов? Есть у меня деньги? Итак, кэсов. Деньги. Деньги бывают разные. Мы с вами уже об этом говорили. Шкалим, рублем, долларим и так далее. Нам нужны деньги и нам нужны, наверное, кредитные карточки. Кредитная карточка. Картис. Ашрай. Картис. Ашрай. Мы на одном из предыдущих уроков разбирали детально это слово. Сейчас не будем на этом останавливаться. Картис. Ашрай. Итак, где это у нас все хранится с вами? Это все хранится у нас в кошельке. Портмоне. Арнак. Портмоне. Арнак. Очень хорошо. Итак, у нас с вами три вида аксессуаров. Пойдем от большого к маленькому. Большая у нас есть. Мизвода. Мизвода. Гдола. Большая. Мизвода. Большой. Чемодан на русском. Мизвода. Гдола. Как мы скажем, маленький чемодан. Мизвода. Ктана. Ребенку мы дадим. Мизвода. Ктана. Себе возьмем. Мизвода. Гдола. Дальше у нас будет с собой сумка. Переносная сумка, в которой у нас обычно все документы. У женщин там косметички. У мужчин другие вещи и так далее. Сумка это тик. Тик. Есть мизвода, есть тик. А внутри уже сумки, да, внутри тика. У нас арнак. Портмоне. Вот от большого и маленького у нас три вида с вами аксессуаров, которые мы обычно берем в путешествие. Заглядываем нам в сумку. Мы видим, что у нас есть там картис. Лематос. У нас есть билет на самолет. Мы на прошлом уроке об этом говорили. Сейчас электронные билеты. Ну, для пользы учебы, скажем так, да. Есть у нас билет на самолет. И есть Даркон. Зачем мы так все детально это разбираем? Потому что мы должны быть готовы, чтобы при проверке безопасности, бдикат битахон, то, что мы говорили на прошлом уроке, мы сможем назвать любую вещь, которую у нас спросят. Зе Даркон. Да? Зе Картиса Шрай. Зе Тиудат Зеуд. Веседах? То есть мы сможем назвать, что это такое у нас. Хорошо. Поехали дальше. Полетим мы с вами, как мы говорили уже на прошлом уроке, на самолете. Самолет, мотос, рейс, тиса. Номер рейса. Мы уже знаем слово номер. Миспар, тиса. Или тиса, миспар. Тиса, миспар. Такое-то. Туда-то. Да? Давайте скажем. Тиса, миспар. Эхад, тиса, ле Тель-Авив. Номер рейса 19-й в Тель-Авив. Дальше мы с вами пройдем, как будет посадка и так далее. Но сейчас нам необходимо знать вот эти базовые вещи. Для того, чтобы мы эффективно запомнили, наверное, пока мы остановимся на том, что мы сказали. По крайней мере, у нас четко уже есть аксессуары, которые нам нужны. И в эти аксессуары на следующем уроке мы начнем складывать вещи. И будем учить уже личные вещи, как называются. Очень будут интересные слова. Я надеюсь, что понравится. Ну, а пока вспоминаем. Арнак, портмоне. Арнак, шели. Мой портмоне. Тик, сумка. Тик, шели. Моя сумка. Мизвода, чемодан. Мизвода, шели. Мой чемодан. Мизводот, шелану. Наши чемоданы. Беседах? Мизводот, шелану. Шелану, наши. Кесев, деньги. Карти сашхай. Или на французском это было бы, да? Карте блю. Кредитная карточка. Очень хорошо. Вот практически то, что нам нужно для того, чтобы начать туда складывать наши вещи. На следующем уроке начнем складывать. И когда уже приедем в Израиль, начнем разговаривать. В Израиль начнем разговаривать со всеми, кто нам будет попадаться по пути. И это уже будет сложнее, но гораздо интереснее. Готов? Начнем писать слова с нашего, с этого урока. Потому что мы уже почти с вами завершили все буквы. Осталась у нас одна еще конечная буква. Итак, давайте будем писать слово НОСЕА. То, что на прошлом уроке мы с вами проходили. Еду. Ани НОСЕА. Я еду. Ани НОСЕА. Пишется, состоит это слово из четырех букв. Пишется первая буква НУН, вторая буква ВАВ, третья буква САМЫХ, и четвертая буква АЙН. НОСЕА. Напишите, пожалуйста, Ани НОСЕА. Три-четыре строчки. Ани НОСЕА. Я еду. Беседах. Любите еврей, все обязательно получится.